И кто знает, не для такого ли времени ты достигла царского достоинства. Для молодой женщины по имени Есфирь эти слова звучали как трубный зов. Есфирь стала царицей Бабилония. Мордахей, дядя молодой осиротевшей еврейки, был убежденным евреем. Мордахей внезапно узнал о том, что над его народом, над евреями, всего царства висит страшная угроза. Злой визирь по имени Аман планировал, чтобы все евреи были истреблены в геноциде. Получив эту ужасающую новость, Мордахей поднимается, мобилизуется и делает все, что в его силах, чтобы остановить этот коварный план. Мордахей решил, что он должен вовлечь того человека, кто находился в правильном месте в правильное время. Видите ли, Бог поместил каждого из нас в правильном месте в правильное время. Мы все живем в определенном месте и времени, и должны именно там развиваться. Бог предопределил это место и время. 17 глава книги «Деяния» напоминает нам об этом. Итак, Мордахей приходит ко дворцу и передает очень сильное послание. Данное послание о срочной нужде в помощи доходит до ушей Есфири. Находясь в своем стерильном, защищенном и закрытом мерке, Есфирь вынуждена пробудиться. Именно слова Мордахея способствуют пробуждению ее совести и сердца. Как она поступит? Она колеблется и, конечно же, не осмеливается сама прийти к царю, чтобы попросить о помиловании своего народа. Для начала ей нужно оставить анонимность и раскрыть, что она еврейка. Затем нужно быть позванным царем. Нельзя просто приходить к нему. Однако Есфирь решается. Она говорит, что «что бы ни стало, я встану и пойду, я беру ответственность за это на себя». Библия говорит нечто невероятное. Во-первых, если вы понимаете, что вы находитесь в конкретном месте и живете в конкретном времени, именно по Божьему определению, тогда вы обретете смысл жизни. Общение с Богом дает вам смысл и цель в жизни. Во-вторых, вы должны понимать, что вы живете не только ради себя, но и ради других. Библия говорит, никто из нас не живет для себя. Никто. Это слово должно найти отклик в вас, слушающих меня. Это слово нашло отклик в Есфирь, которая сказала, «Чтобы ни было, я беру на себя ответственность, я встану и что-то предприму». Мордахей сказал, «Кто знает, не для такого ли времени ты дошла до этого места». Видите ли, злой план, план Амана, о котором вы можете читать в книге Есфири, все еще актуален сегодня. Это план Божьего противника, противника всех людей, врага и дьявола, который по сути своей является вором, лжецом и убийцей. Он приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить жизни людей. Только лишь для этого. Друзья, когда осуществляется план дьявола, мы не можем просто пассивно ответить, «О, я ничего не могу сделать». Меня лично это не касается, потому что Бог наделил нас ответственностью и силой. Мордахей мог влиять даже во дворце царя. И мы можем влиять. Мы имеем доступ к царю царей для того, чтобы произвести изменения. Мы можем вмешиваться. Итак, Есфирь подготовилась с помощью поста и молитвы. Она не была одна, а собирала народ. Она сказала, «Я смелюсь действовать, но прежде всего серьезно подготовлюсь к этому. Бог сделал все остальное». В результате этого, этого времени подготовки, на нее так сошли благодать и очарование, что царь был буквально покорен. Есфирь была услышана царем этой страны. Бог дал нам то же самое оружие, пост и молитву. Но прежде всего, нам нужно избавиться от равнодушия, снять панцирь, лень. И все то, что держит нас в комфорте, и мешает нам жить в полноте, исполняя Божью цель, ради которой мы были помещены в этот мир. Друзья мои, вдохновляю вас, примите сегодня решение встать. Мардахий идет еще дальше. Он говорит, «Не думаю, что ты одна спасешься». Он сказал, «Бог способен это двинуть себя и поставить другого человека, так как его план в любом случае исполнится». Итак, будем участвовать в Божьем плане, это план спасения. Будем вкладывать в спасение людей, которые должны познать Иисуса. Я знаю, что Бог сможет рассчитывать на вас, на тех, кто смотрит меня, и я благословляю вас на это. До скорой встречи, мои дорогие друзья!